Внеземные цивилизации существуют? Мы ищем тех, у кого другая история, кто жил вообще не так, как мы на земле. Сибирь под покровом смога. Поесть в главном здании Казанского университета – да легко. Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Виктория Бояринцева. Почувствовать себя ученым может каждый, кто исследует окружающие явления. Так зарождается любовь к познанию и науке. Ученые не столько профессия, сколько философия жизни. И следуют за ней не только опытные сотрудники лабораторий, но и школьники. Как подрастающее поколение погружается в научную среду, расскажет наш корреспондент. В лицее имени Лобачевского Казанского федерального университета состоялись тематические уроки в честь Российского дня науки. Эта дата очень важна не только для опытных представителей научной сферы, но и для подрастающего поколения. Как правило, именно в школьные годы зарождается интерес к исследованиям. С разработки плана все начинается. План создают ученики вместе с учителями. Мы изучаем спрос, потребность наших учеников в новых знаниях, выдаем им бланк с интересными темами, среди которых ученики выбирают наиболее для себя важные. В рамках программы лицеисты смогли посетить открытые лаборатории, самостоятельно поработать с микроскопами и другим научным оборудованием. Помимо этого, в стенах лицея имени Лобачевского состоялась и интеллектуальная игра «Что, где, когда». Сотрудники лицея уверены, интерес к научной деятельности необходимо закладывать еще со школьной скамьи. Начать можно с банального изучения явлений, которые происходят вокруг. К счастью, нынешнее поколение нашего лицея имени Николая Ивановича Лобачевского к науке относится очень положительно, с большим уважением. И наука является неотъемлемой частью нашей образовательной среды. Дети посещают лаборатории нашего Казанского федерального университета, занимаются наукой уже со школьной скамьи. В этот день мы можем узнать, как российская наука повлияла на мир, на его улучшение, на технический прогресс. Искусство тоже является неотъемлемой частью науки. Благодаря ему формируются и развиваются способности человека творчески преобразовывать окружающий мир, находить нестандартные методы решения поставленных задач. Поэтому одной из площадок стала арт-мастерская. Основной фактор – это они просто приходят и расслабляются. Потому что учеба достаточно серьезная, и они просто получают удовольствие. И снимают стресс даже в какой-то мере таким образом. Естественно, это и мелкая моторика, это и приобщение к красоте, красоте природы, красоте цвета. На примере лицея имени Лобачевского мы можем заметить, что современное поколение активно интересуется и развивает научное направление. Ученики не только осваивают образовательную программу, но и занимаются собственными научными проектами. Кто знает, может когда-нибудь одна из таких работ перерастет в нечто большее и внесет огромный вклад в развитие современных технологий. Регина Табрисова, Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз. О жизни на Марсе и не только студентам Казанского федерального университета 9 января рассказал известный астроном Владимир Сурдин. Подробнее в своем сюжете расскажет наш корреспондент. 9 января в шоуруме Казанского федерального университета прошла лекция доцента физического факультета Московского государственного университета, известного астронома и популяризатора науки Владимира Сурдина. Тема поиска жизни и разума вне Земли актуальна как никогда. Ведь это действительно странно, если на Земле столько разных живых организмов, почему разумные только мы? Существуют ли внеземные цивилизации и когда связь с ними будет наконец установлена? Всегда хотелось найти братьев по разуму. Вообще-то их вокруг нас немало, на Земле четыре. Нет, уже восемь миллиардов братьев по разуму. И казалось бы достаточно, но мы ищем тех, у кого другая история, кто жил вообще не так, как мы на Земле. Мы не уверены, что получали сигналы от внеземных цивилизаций, хотя на радиотелескопы иногда приходят странные сигналы. Они странные в том смысле, что они похожи на естественные, те, которые мы уже знаем от звезд, от галактик. Но смысла в них мы пока не находим. Кстати, сигналы от телевизионных радиопередач до космоса долететь не могут никак. Достигать других цивилизаций способны только волны от военных радаров, прощупывающих радиопространство Земли. Подобные сигналы получаем и мы. Несмотря на то, что в самих посланиях нет информации, именно они формируют такую гипотезу. Инопланетяне используют аналогичные технологии. Они следят, не летит ли что-нибудь на их планете с одного континента на другой. Мы найдем братьев по разуму, и они выжили. Может быть, они нас научат, как выживать, обладая убийственными технологиями, и при этом не применять их для уничтожения своей цивилизации. Это очень специально для того, чтобы они догадались, что мы все-таки разумные. Мы еще шифруем свои некоторые сигналы. Это редко бывает. Раз в несколько лет посылаем в космос определенные весточки. Отметим, что астрономия в России развивается очень активно. Рядом с Байкалом, в Тукнинской долине, уже установлены приемники коротких световых сигналов, способные ощущать еще и сигналы лазерные. Расчет показывает, что именно такие импульсы могли бы долететь до нас, самых дальних планет. Сейчас специалисты наблюдают за процессом. Евгения Евдокимова, Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюз. Кафе «Лаза» возвращается в стены Казанского федерального университета. Подробнее наш корреспондент Регина Табрисова. После долгого перерыва в два года кафе «Лаза» возобновила свою работу в главном здании Казанского федерального университета. Пауза была необходима для улучшения оборудования и перестройки помещения. Там в самом здании, в кухне было изменение, оборудование было поменено, там много чего добавлено, то есть исправлено, где-то что-то, то есть много чего там. Главной фишкой кафе стало его обновленное меню. Теперь там преобладает не только привычная жителям республики татарская кухня, но и всеми любимая грузинская. Открытию кафе очень рады студенты университета, его приятным расположением. Грузинская, которую уже все народы любят, так называемые хинкали, хачапури, вот такие вещи, и само собой перерыв, суп харчо. Цены тоже вполне приемлемые, очень вкусные. Я взяла две хачапури, не хачапури, хинкали. Мне очень понравилось. Рад, что открылось такое кафе в здании КФУ, в одном из самых старых зданий КФУ, потому что раньше надо было идти в домашнюю столовую, что довольно далеко, и мы не успевали на бары. Напомним, что на сегодняшний день в структуре комбината общественного питания и торговли КФУ находятся несколько столовых и буфетов в разных зданиях Казанского университета. Теперь к ним снова присоединится кафе «Лоза». Регина Табрисова, Фариза Хитаглы, Универ Ньюз. В Сибири с начала февраля действует режим неблагоприятных условий, или, как прозвали его жители, «Черное небо». Красноярск, в свою очередь, возглавил рейтинг городов мира с наихудшим воздухом. Насколько сложна ситуация и каковы пути ее решения, разбиралась наш корреспондент. С 1 февраля в Красноярске, Новосибирске, а также Хакаске, Хабакане и Черногорске действует режим черного неба. Так называется режим неблагоприятных медиаусловий, при которых рассеивание вредных примесей в атмосфере затрудняется. Такой режим вводится в основном для промышленных предприятий и имеет три степени опасности. Первый из них действует сейчас в Новосибирске. Предприятия должны обеспечить снижение концентрации загрязнящих веществ в пресенном слое атмосферы на 15-20%. Режим черного неба уже не раз объявлялся здесь этой зимой. В конце ноября-начале декабря он держался около двух недель на фоне установившейся в городе морозной и безветренной погоды. При антициклональном характере погоды в атмосфере наблюдаются нисходящее движение, так как это такой избыток массы воздуха, который стационирует всю зиму в сибирском регионе. Как следствие, выбросы предприятий, выхлоп автомобильного транспорта не могут покинуть приземную слое атмосферы. Как следствие, изменяется прозрачность атмосферы. Именно поэтому такой режим называется режимом черного неба. По словам местных жителей, смог имеет характерный машино-химический запах. Жители Красноярска сообщают, что третьи сутки они не закрывают окна дома. Также темный воздух можно увидеть. Утром тьма сгущается настолько, что видимость становится 10-15 метров. Снег в Красноярске и соседних городах также имеет серо-черный оттенок. Угольно-масляная корка наслаивается на сугробы. Такая ситуация перманентно или ежегодно наблюдается в Красноярске. И связано это не только с таким стационирующим антициклоном, но и с тем, что орографически данный город расположен не очень выгодно. Он расположен в котловине, что препятствует ветровым потокам разгоняться и тем самым формировать завихрение и уносить примеси, которые скапливаются в итоге в приземном слое атмосферы. Специалисты Роспотребнадзора вне режима неблагоприятных метеорологических условий советуют не открывать окна для проветривания помещений, соблюдать питьевой режим, чаще проводить влажную уборку и по возможности реже выходить на улицу. Явление антициклона не постоянно, происходит это преимущественно зимой. С наступлением весны и интенсивным нагревом материковой поверхности антициклон прекратит свое существование. Эмилия Адельшина, Карина Саяхова, Ленар Гизатурин, Универньюз. В молодежном центре НУР руководитель регионального отделения российского движения детей и молодежи «Движение первых» встретился с представителями молодежных объединений. Подробнее в нашем сюжете. 7 февраля в молодежном центре НУР состоялась встреча помощника Раиса Республики Татарстан, руководителя регионального отделения российского движения детей и молодежи «Движение первых» Тимура Сулейманова со студентами набережной Челнинского института КФУ и представителями молодежных объединений. Вообще «Движение первых» сейчас – это такая организация, где школьники, также студенты, студенты СУЗов и ВУЗов могут развиваться в разных направлениях. И также ребята, которые занимаются в общественных организациях, они также могут вступить в «Движение первых», независимо от того, что они где-то уже состоят. И это отличная площадка для развития. Ключевой темой встречи стало развитие движений среди молодежи. Тимур Сулейманов вместе со студентами обсудили принципы и миссии движений среди молодых поколений, возраст участников и прочее. Оно позволяет юным умам развиваться в науке, творчестве и других направлениях. Студентов – это отличная возможность стать наставниками, стать, наверное, такими братьями, сестрами для ребят, которые ищут себя, хотят развиваться в науке, в творчестве, очень много направлений. И как раз-таки мы в качестве студентов, если мы сейчас говорим про ВУЗ, то мы можем стать наставниками. «Движение первых» – это молодежное движение в России, созданное 18 декабря 2022 года по инициативе властей страны для воспитания и организации досуга подростков и формирования мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей. Тагмина Мадатова, Универ Ньюс. На этом все. В студии была Виктория Бояринцева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова